Всем привет! Сегодня я расскажу и покажу, как из отвратительной планировки сделать прекрасную. Смотрим! Давайте взглянем на эту планировку. С первого взгляда казалось бы просто зашибительную, потому что 100 квадратных метров, дофигища окон, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Это же подарок, казалось бы. Но если мы всмотримся внимательно, то поймем, что это какое-то барахло, с которым сложно что-то сделать. Давайте разбираться. Почему я назвал эту планировку от, хотел сказать, топового застройщика, но я не знаю, топовый он или нет, но тем не менее, дом-то позиционируется. Ого-го как! Квартира-то стоит нифига себе! Больше 20 миллионов! А что мы получаем? Бабок потрачено, караул! Заходим в квартиру и попадаем, друзья, вот в такую длинную кишку. Ребята, за 20 миллионов вы получаете кишку! Почему она получилась? Потому что в прихожей вы вынуждены поставить шкаф, глубиной этот шкаф будет 60 сантиметров, обязательно 60, больше не стоит, меньше точно не надо, потому что вы будете вешать одежду на плечики, а для этого нужно 60 сантиметров. И вот здесь, от стенки шкафа до стенки, остается какой-то там метр с копеечками. Понимаете, раньше это коридор был, о, широкий, метр 60, метр 70, а сейчас останется. Но это когда вы уже купите, когда заедете. Вот такая кишка на метр 10, что это такое? За 20 миллионов кишка! Это уже ни в какие ворота. Следующий момент. Кухня. Ребята, ну это вообще, это что? Это позорище! Это эконом-вариант в бизнес-классе. Это как? Вот кухня-гостиная с двумя окнами. Вроде бы все прекрасно, стол есть, диван стоит. А кухня-то, кухня спрятана куда-то в нишу, задвинута в дальний угол, который освещаться никогда не будет, понимаете? Получается, вы свою жену, как когда-то в свое время Гарри Поттера под лестницу спрятали. Просыпайте, Кузен! Мы идем в запарк! Вы свою жену спрячете вот в эту нишу и будете в ней готовить еду. Она будет стоять вот так, смотреть в стену. И плюс дополнительно своей спиной будет загораживать весь свет. Остатки крупицы того света, который могли бы еще осветить хоть как-то вот этот кухонный гарнитур. Шиш вам! Спиной все она загородит. Я уже молчу, а как вдвоем здесь что-то поделать. Я уже молчу о том, что здесь еще и холодильник вот весь свет перекроет. Ну, наверняка и сюда еще что-то предложат поставить. Я даже не знаю, как назвать это омерзительное решение с кухней-нишей в такой дорогущей квартире. Но и это еще не все. Смотрим дальше. У нас есть одна комната. Стенок, кстати, нету, когда приобретают. И, значит, у застройщика менеджеры любят говорить так. Ну, это же свободная планировка. Вы потом сделаете все, что захотите. Ага, все вы сделаете. Ничего вы не сделаете. Потому что, видите, пунктирная линия. Это граница мокрой зоны для ванной. Вот сюда вы не можете увеличить ванну. Вот сюда вы тоже не можете. Потому что здесь проход. Ну и все. Где свобода? Я спрашиваю, свобода где? Нету? Нету. Тогда что врать-то, что квартира свободной планировки. А еще знаете, какие приколы бывают от застройщика? Они берут вот так вот пунктирную линию рисуют и пишут, что вот это зона кухни, а вот это жилая комната. И все. Кухню вы никуда уже не денете с этой зоны. Справа ванна. На нее нельзя кухню. Слева прихожая со шкафом. Туда тоже нельзя, иначе места не будет под одежду. Ну и все. Вот живите с этой вот коморкой папы Карла, понимаете, с подлестницей Гарри Поттерской. Жуть какая-то. Но тут, видимо, застройщик был более прошаренный, чем предыдущие. И, похоже, он все это пространство, вот это вот все, вот это все, назвал зона кухни. Это значит, что кухню мы можем подвигать. Ну, окей. В будущем подвигаем. Но смотрите, какие еще приколы. Дальше у нас пошла зона ванной, которую увеличить мы тоже не можем. Вот здесь у нас проход, коридор для того, чтобы проходить вот в эти две комнаты. Здесь мы стенку не можем увеличить вправо, потому что тоже жилая комната. Влево не можем, потому что кухня на зону кухни мы тоже не можем залазить. Короче говоря, все зоны с их размерами уже определены. Все, ничего поменять вы не можете. Точка. Поняли? Нет у вас никакой свободы. И, тем не менее, будем выкручиваться. Короче говоря, это квартира для семьи, которая планирует ребенка. Раз. То есть, должна быть кухня-гостиная, должна быть мастер-спальня, должна быть детская. И обязательно кабинет. Потому что работа ведется из дома. А когда работа ведется из дома, должен быть обязательно изодированный кабинет. Помните об этом. Когда вы покупаете квартиру, обязательно выбирайте так, чтобы у вас была дополнительная комната. Иначе вы не сможете нормально работать из дома. Как вы закрываться-то будете? Как изолироваться? А если вы не сможете нормально работать, ну, значит, ваша эффективность падает. Понимаете? А зачем тогда работать? Дома? Непонятно. Короче, ищите квартиру с какой-то планировкой. Всегда обращайте на это внимание. И вообще, предварительно, я всегда советую обращаться к дизайнерам, проектировщикам, чтобы они вам нарисовали заранее планировку, пока вы еще ее не купили. Это стоит недорого. Лучше отдать там несколько тысяч рублей, чтобы вам нарисовали. А вы поняли, ваше это или не ваше. Понимаете? Итак, семья. Нужна мастер-спальня, кухня-гостиная, детская комната и кабинет. Давайте посмотрим, что из этого у меня получилось. Заходя в прихожую, в моем варианте мы попадаем в большой просторный холл. А не как было раньше, какая-то кишка там узкая. Как у меня это получилось? А вот как. Вместо кухни я сделал гардеробную комнату. Да-да-да, я сожрал место, отобрал у кухни-гостиной вот эту вот нишу, вот эту вот дебильную под кухню и отдал ее в гардероб. Идеальное решение получилось. Во-первых, посмотрите, сколько много вещей вы можете там спрятать. Шкаф длиной 2,5 метра. 2,5 метра. Это очень прилично. Глубиной 60, чтобы на плечиках развесить всю одежду. Напротив этого глубокого шкафа, шкаф неглубокий. 35-40 сантиметров этот шкаф. Вот, зачем он нужен? Объясняю. Снизу вы составите обувь. А между прочим, обувь ставить в шкаф глубиной 60 сантиметров неудобно. Потому что в два ряда друг за другом неудобно. А в узкий удобно. А вот выше идут полочки. Туда вы можете поставить свои любимые сумочки, дорогие дамы. Вы только задумайтесь. Наконец-то у вас появляется место для вашей коллекции сумок. Итак, один шкаф 40 сантиметров, второй шкаф 40 сантиметров. И между ними я делаю 90 сантиметров. Это нормально, чтобы зайти, взять, выйти, одеться. Можно даже там одеться. С торца гардероба обязательно зеркало. В которое мы сразу же можем посмотреться. В самой прихожей у меня есть комод красивый. Вообще в прихожей должна быть сразу красота. Красивый комод, картина, цветы. Сразу своей любимой женщине поставили, чтобы встречать ее. Ключики тут оставили с красивым логотипчиком от Бентли, например. Ну здорово уже. Пошли дальше. Пуфик можно посидеть как раз для мужа. Будет сидеть, ждать, пока жена наряжается, ключики в карман кладет. Просто давайте насладимся большой прихожей. Вот такая должна быть в бизнес-квартире. Понимаете, большая прихожая. Мы сразу должны зайти и ощутить простор, красоту. А уже после пройти в общее пространство, которое здесь называется кухня-гостиная. В моем варианте кухня-гостиная стала меньше, чем была раньше, но зато удобнее. Смотрите. Во-первых, я расставляю мебель не так, как было в варианте от застройщика. А по осям. Вот здесь посерединке, видите, идет ось. И на нее как бы нанизывается вся мебель. Это телевизор, это диван, это круглый стол со стульчиками по диагонали, которые поставлены. И сзади идет какой-то красивый комодик, консоль, сервант, в который можно поставить любимую бабушкину посуду. Или, например, коллекцию каких-то кубков. Или вино, или вообще все, что захотите. И вот все они отцентрованы. А это значит, композиция мебельная составлена правильно. И какой бы дизайн у вас не был, классический, современный, это будет все выглядеть прекрасно. Потому что уравновешенно. Остается кухонный гарнитур. Здесь он у меня стоит вдоль вот этой стеночки. Проблем с водой не будет. Вот она тут сразу же сквозь гардеробик уходит. И вот сюда вот уходит. И в канализацию. Точно так же под потолком я уведу вентиляцию. Так что говорить о том, что здесь не предусмотрено, не стоит. Все предусмотрено. Сам кухонный гарнитур 3 метра. 3. Это достаточно много. Это 5 модулей по 60. Далее идет 60 сантиметров до встроенной мебели. А встроенная мебель это высокие шкафы. Для холодильника. Для хранения. И еще узенькие тоже для какого-то хранения. Ставлю я их именно в угол. Обратите внимание. Видите, в угол. Знаете зачем? Затем, чтобы вот эти высокие колонны сделать до потолка. Покрасить в цвет стены. И чтобы они просто были невидимы. Не видно их. А вот эту кухню, которая вот стоит прямо посередине. Вот на нее уже можно красивый камень положить. Красивые фасады сделать. И это будет красивая визуальная точка. И еще здесь в гостиной, конечно же, будут расти большие деревья. Конечно же, я поставлю здесь торшерчик, который вот так будет как удочка нависать. Хочешь, на диван повернул. Хочешь, на кресло повернул. В котором можно сидеть, читать, глазеть в окно. Болтать с тем, кто на диване сидит. Вот такая вот композиция. А композиция начинается с планировки. А планировка должна быть правильной. Поэтому заказывайте планировки правильным грамотным чувакам. То есть мне. Ну смотрите, ладно. Дальше как здорово у нас получается. Итак, из прихожей мы попали в кухню-гостиную. А из кухни-гостиной, кстати, с двумя окнами. Это прикольно, что она классно освещается. Мы можем пойти либо в одну сторону, это детский блок. Либо в другую сторону, это взрослый блок. Чем это круто? Это круто тем, что мы не слышим друг друга. Вот история, когда спальня и детская за тоненькой перегородкой, это вот плохая история. Потому что вот все слышно, понимаете? А нам зачем это надо? Нам это не надо. Рассмотрим эти два блока. Начнем с детского. Итак, чтобы в него попасть, мы через маленький коридорчик. Микрокоридорчик. Буквально, чтобы разместить две двери. Одна в детскую, другая в ванную. Видите? Заходим в детскую и здесь у нас кровать, стол, а шкафа нет. Ничего себе, как так без шкафа? А вот так вот. Потому что я предусмотрел гардеробную. Вот она, гардеробная. Вот такая квадратненькая. Вот такая вот полтора квадратных метра, в которой и шкаф, и стеллажик. И все замечательно. И все это за шторочкой. Зашли и ничего не видно. Зато у нас классная квадратная комната осталась, в которой мебель стоит вот правильно. Вот так вот оцентрована по осям. Это значит в дизайне все будет у вас красиво. Ванная, унитаз, раковина и большая ванная. Здесь ниша получается и там будут полочки. Ну то есть всякие полезности и красоту можно наставить. Видите здесь какую штуку я придумал? Шторочка висит, вот в тамбурочке-то в этом. И за этой шторочкой стоит стиральная машина и остается место под уборочный инвентарь. Расстояние между этими двумя стенками в этом коридорчике должно быть метр двадцать. Поняли? Метр двадцать. И вот за шторочкой у вас получается вот эта вот кладовочка метр двадцать шириной, 75 глубиной. И тогда у вас помещается стиральная машина, сушильная машина, гладильная доска, утюг, химия, ведро, таз, швабры. Короче, что так у вас тут не помещается? И нету этой дурацкой стиральной машины в ванной комнате. Видите, тут нету, тут нету. Это значит, что в ванной вы сможете сделать красоту. Но какая красота со стиральной машиной? Никакой. Потому что она некрасивая. Плюс тут же стоят всякие порошки химии. Тут же корзина с бельем, с какой-то еще фигней, которая никак не украшает ваш интерьер. Согласитесь. И здесь ванная комната для ребенка, и она же гостевая. И фишка, про которую я в самом начале вам говорил, сейчас как раз вот она здесь находится. Это стена между прихожей, между прихожей и между вот этой вот ванной комнатой. Она стеклянная. У меня, смотрите, раз стекло, два стекло. Они стоят на удалении друг от друга, и они прозрачные. Но что бы было не видно из прихожей, тот, кто зашел в туалет, там что-то поделать, книжки почитать. Есть еще стекло, но матовое. Вот тут матовое стекло, и тут матовое стекло. Понимаете? Но стекло все равно сохраняется. Прозрачность все равно присутствует. И вот в этом а-ля аквариуме, внутри, у меня сидят растения. Понимаете? Ну, кстати, можно и рыбок запустить, или птичек, или змею ползать. Прикиньте, заходите сюда, в прихожую, а у вас за стеклом змея такая сидит. А что, мама, вы еще не уходили, да? Короче говоря, это такая дизайнерская фишка, которая дарит удовольствие, радость, кучу вопросов, эмоций. И, пожалуйста, фантазируйте, делайте. Плюс свет, как-никак, проникает вот сквозь это стекло. Ну, в общем, классно. Вот видите? С помощью планировки я уже сделал интерьер богаче, интереснее, и с дизайнерской точки зрения. Родители, дверь я перенес. Вот раньше дверь была здесь, вот здесь вот. Но сейчас эта дверь заложена, потому что здесь стоят шкафы с холодильниками. И я дверь переношу в другой край. Заходим в эту дверь, попадаем сначала в гардеробную. Видите, гардеробная. Гардеробная с двумя шкафами. Каждый шкаф длиной 2,20 мм. Мужской, женский. Глубина у каждого шкафа 60 см. А между ними метр двадцать. И это прекрасно. Можно вдвоем одеваться, раздеваться, переодеваться. В общем, места достаточно. Из этой гардеробной мы можем попасть далее в саму непосредственно спальню, где стоит огромная кровать. Ну, как огромная? На метр восемьдесят шириной. Ширина метр восемьдесят. А вот между стенками здесь еще остается по 60, по 70 даже здесь. По 70 остается сантиметров. Напротив кровати телевизор. Лежи, смотри, балдей. Ну и здесь еще в уголочек влез столик, чтобы девушке, так сказать, наводить камуфляж. В общем, полезная штука напротив окна. И здесь вот вы видите такая черная штуковина, это стена. Я ее делаю для того, чтобы отцентровать, чтобы сделать симметрично относительно кровати. Ну и чтобы на нее еще и телевизор повесить. Что примечательно еще в этом блоке, что здесь же находится душевая. В нее мы попадаем через гардероб. И здесь душевая, унитаз и умывальник. Вот. Очень удобно. То есть не заходя в спальню, мы зашли, разделись и пошли помылись. Вышли из ванны, опять там халат какой-то одели и уже пошли либо сюда, либо сюда. Другая ситуация. Мы утром спим. Вот спим. Один спит, второй спит. Один все еще спит, а второй уже встает. Вот он встал, вышел из спальни. И чтобы не будить первого, не включая свет, заходит в гардеробную. И уже тогда включает свет. Идет в ванну, выходит опять в гардероб, идет в кухню, в гостиную, там куда-то еще. Ходит по своим делам, перемещается, везде свет горит. А в спальне в это время все еще темно и тихо. Надо делать правильные программы, правильные сценарии. Вот хорошая планировка, это хороший сценарий жизни. Но и остается кабинет. Кабинет находится прямо в блоке в родительском. Здесь стоит стол, стеллаж, кресло посидеть, побалдеть, книжку почитать, музыку послушать. Ну или спокойно поработать. И здесь, что примечательно, двойные двери. Знаете, зачем двойные двери? А затем, чтобы их раскрывать. Раскрыл двойные двери и ощущение пространства увеличивается, потому что комната стала больше. С одностворчатой дверью так не получается. Простора меньше. То есть нужна двухстворчатая дверь. Классная планировка у меня получилась. Убедились в том, что нужно делать планировки абсолютно в каждой квартире. И тогда ваша жизнь меняется. Сценарий жизни меняется. Он улучшается. Вы прямо живете по-другому. Вы прямо по-другому чувствуете это пространство. У вас настроение другое. Это важно. Напишите в комментариях, так или не так. Согласны, не согласны. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик и рассылайте это видео всем. Потому что застройщики должны уметь делать классные квартиры. А ваши друзья и родственники достойны хороших пространств. Всем пока. Да пребудет с вами муза.